Вопрос в том, что западные государства решили пополнить свои кошельки за счет олигархов из бывшего СССР. Их много. У нас с вами было 15 республик, соответственно, и олигархи из этих 15 республик. Кто сел на воровские места, тот обогатился. Поэтому, конечно, сегодня в обогащенных, в олигархах ходят воры. Большие воры – это крупного масштаба воры, которые всегда завязаны на спецслужбы. Ни один вор не сможет обогатиться, если он не поддерживается сзади, скажем, военной разведкой или ФСБ или МВД. Так делятся между собой силовые кланы, которые выдвигают на первое место своих олигархов. И эти свои олигархи работают и наполняют не только свои собственные кошельки, а еще и кошельки своих военных силовых структур, которые их поддерживают. Ну, я могу вам в пример привести, скажем, Потанин поддерживался ГРУ – военная разведка. Именно поэтому он смог в молодые годы сесть владельцем, не директором, даже владельцем норильского никеля. Возьмите Ходорковского. Его поддерживало ФСБ. И банки, организованные, на которых сидел Ходорковский, это были банками ФСБ. Откуда деньги, Зин, вы скажете? Ну, конечно, Зина, деньги – это деньги партии, деньги СССР. И вот эти деньги все были перераспределены между основными силовыми структурами. Конечно, ГРУ себе отхватили наибольший кусок – это военная разведка. Но еще есть и СВР, как вы знаете, а это уже внешняя разведка. И здесь они между собой все немножко подрались. Они и до сих пор дерутся, друзья, немножко поделились. И в конечном счете они решили так, что впереди будут выдвигать своих олигархов, тех, которых не будет давить ни одна другая спецслужба. Эти олигархи выходят, становятся богатыми, богатеют все больше, потому что им разрешено грабить страну, свою страну, где они зарабатывают эти самые деньги. И вот, наконец, они заработали эти деньги, и там уже идет процесс, когда делятся. Часть денег они – олигархи, которым разрешено грабить свою страну, они отчисляют в копилку силовиков. Часть денег большую часть оставляют себе. Но это уже как водится, потому что олигархи, когда становятся очень богатыми, они больше приобретают силы. А как вы знаете, деньги делятся так, у кого больше силы, тот и имеет преимущество в перераспределении доходов. И вот на сегодняшний день я вам рассказывала о том, что наши олигархи, олигархи из советской действительности, они не имеют таких больших прав в мире, потому что они в мире чужие. Они там хранят свои деньги, но они чужие для всего западного мира. У себя в стране они деньги хранить не хотят, и их запросто могут посадить, как Ходорковского, который на момент посадки в тюрьму имел 17 миллиардов долларов. Это в те еще, друзья, почти советские времена, 17 миллиардов долларов. Откуда такие деньги? Никто из вас не спросил, откуда у Ходорковского такие деньги. Миша, ведь ты еще был совсем молодой. Откуда такие деньги? Конечно, ворованные. Конечно, ворованные у населения страны. Потому что что такое деньги КПСС, деньги Сбербанка, Центрального банка? Это ворованные у населения деньги. Ведь ваших родителей, друзья, обворовали. Обворовали на громадные суммы. Банки просто вроде как устроили инфляцию. И таким образом обворовали всю страну. Никто не потребовал деньги тогда назад. А вот богатеи, ну уж поскольку у меня так на язык попался этот Миша Ходорковский, я могу сказать, они, конечно, на эти деньги шоковали и жили довольно красиво. Но вот видите, Миша Ходорковский захотел перейти дорогу кому? ГРУ, которая ставит на место президента. А ГРУ сами тоже. Они не выполняют своих личных амбиций. Они слушаются тех, кто им с запада принесет весточку в клювике. У меня есть ролик об этом, даже не один, а несколько о том, что все разведки мира имеют один центр управления. И таким образом эти разведки все подчиняются единому центру управления. И поэтому в мире, во всем мире проводится единая политика. Если вы посмотрите, оглянитесь вокруг. Политика-то она, конечно, единая для всего мира. Если уж революции, то цветные и по всему миру, и оранжевая, и розовая, и еще какая-нибудь. Но цвета гвоздики у нас уже была революция. То есть вы можете понять, что эти революции, даже цвет гвоздики, это 17-й год прошлого века, и теперешние всякие тюльпаны или розы, которые были в конце 20-го века, они все, конечно, дело одних рук. И когда Миша Ходорковский решил вдруг перейти дорогу горыушникам, а он из ФСБ, я вам это уже рассказала, да, то здесь ему, конечно, перекрыли кислород. Сначала его предупредили, когда он полетел в Новосибирск, и к нему подошли горыушники, к нему подошли, собственно говоря, силовики, которые обладали властью. И предупредили, что если, Миша, ты продолжишь вести свою деятельность по выходу в президенты, то мы тебя посадим. Ну, представляете, человек купил всю страну. У него 17 миллиардов на счету. В западных банках, конечно, не в российских. В российских банках он бы испугался, он бы понимал, что это не его деньги. Поэтому я вам говорю, друзья, не храните деньги в сберегательных кассах. Это не ваши деньги. Так вот, имея 17 миллиардов, Миша плюнул на ГРУ и плюнул им в лицо. Но таким образом Миша Ходорковский оказался где, друзья? В тюрьме. И вот пока они из него не выдавили 15 миллиардов долларов, они его не выпустили. Они, да, оставили ему немного. 2,5 миллиарда, кажется, ему было оставлено. Миллиардов долларов ему оставили. Они его не раздели до конца. Почему? Ну, потому что это силовики. Они между собой соблюдают договоренности. Но только таких вот непослушных олигархов, они, конечно, крутят в баранье рога. Сегодня, друзья, у нас наши олигархи, олигархи всех 15 республик. Я не беру олигархов России. Олигархов всех 15 республик я беру, потому что это все наши птенцы из Советского Союза. Потому что они все выросли на деньгах Советского Союза. Именно поэтому эти олигархи как бы входят в кланы силовиков всех, подчиняясь одному единому клану силовиков, который управляет всем. Так вот, наши эти олигархи, они, конечно же, так же, как и Миша Ходорковский, в свое время они расправили крылья. Они стали сильными, они подумали, что им море по колено. И они могут диктовать свои условия. Но в каждой из этих республик сегодня идет силовой переворот. Меняются правители. То есть марионетки на постах меняются. Марионетки на посту президента, это, конечно, сказано по-крупному, потому что все-таки они имеют какую-то власть. Те марионетки, которые стоят на постах. Но в случае необходимости любая спецслужба может их сковырнуть. Но зачем сковыривать, если марионетка уже прижилась и, в принципе, на посту им очень хорошо? Тогда все-таки для того, чтобы повлиять на этих марионеток, которые зажрались и перестали слушаться свои собственные спецслужбы, еще и спецслужбы бывшего Советского Союза, то есть российские, которые главенствуют, надо сказать, в силовых структурах всех 15 республик, то в этом случае силовики начинают действовать с того, что давят на Западе своих же олигархов, тех, которые выходят из-под контроля. Но если, допустим, выходит из-под контроля олигарх, который президент, то его начинают давить не самого, друзья. Ему сначала показывают, что можно его задавить, но показывают через десятых олигархов, десятых богатеев, которые вышли из его страны. Но в частности, я вам хочу привести сейчас пример, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Дело за миры Гаджиевой. Лондонский суд дал старт охоте на необъяснимо богатых иностранцев в Британии. Высокий суд Лондона поставил точку в знаковом деле жены госбанкира из Азербайджана, чем снял последнее препятствие для начала масштабной охоты за деньгами и домами понаехавших в Великобританию коррупционеров и преступников. Британцы недовольны тем, что Лондон стал тихой гаванью для сомнительных капиталов. Они потребовали от властей навести порядок и несколько лет назад правоохранительные органы получили новый инструмент для борьбы с легализацией преступных доходов через покупку недвижимости, обязывающей человека с активами на сумму от 50 тысяч фунтов доказать, что они куплены на честно заработанные деньги. Теперь он, наконец, заработает в полную силу, благодаря сегодняшнему решению Высокого суда Лондона. Трое судей отклонили апелляцию за меры Гаджиевой, супруги бывшего главы Международного банка Азербайджана, осужденного на родине за хищение. Именно ей был выписан дебютный ордер новой компании еще в 2018 году. Она оспаривала его в суде дважды, но в итоге проиграла апелляцию и не смогла получить разрешение на продолжение тяжбы в последней инстанции в Верховном суде. Не имея дохода, Гаджиева жила в Лондоне на широкую ногу, что вызвало подозрения Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании и сделала ее идеальной мишенью для первого громкого дела новой компании. Следователи легко уговорили судью выписать ей ордер, требующий объяснить, откуда она взяла деньги на покупку дома в Фешенебельном районе Лондона и поместье с гольф-полем в шикарной провинции. Гаджиева называет себя жертвой несправедливости, преследования в Азербайджане и говорит, что все нажито законно. Таблоиды смакуют подробности о ее миллионных тратах в дорогом универмаге и покупку частного самолета. К этим тратам у Лондона претензий нет. Следователей в этом деле интересует только недвижимость. То есть покупка самолета у бедной, не имеющей доходы, не привлекает их внимание, а вот недвижимость привлекла внимание. Теперь Гаджиева должна в течение семи дней предоставить им объяснение своего богатства. Если они не сделают этого, то Лондон попросит суд конфисковать имущество, а потом продаст его. Вырученные деньги пойдут в казну Великобритании. Вы чувствуете, что творится? Нет, друзья? Вы продумайте. Вы не смотрите со стороны бедного человека, что мы должны осудить эту бедную азербайджанскую женщину. Нет, друзья. Вы смотрите с другой стороны, что Лондон, королевская бедневшая семья, решает пополнить свои запасы продуктово-финансовые через олигархов, которых можно обидеть и ничего за это им не будет. То есть олигархи нижнего звена, так можно сказать. Если же Гаджиева покажет законный источник средств, то этой компании, лондонской НЦА, есть 60 дней на изучение ее счетов, после чего следователи решат принимать и закрывать дело или отклонять и добиваться конфискации. При любом исходе дела владельцам необоснованно богатого, как его называют, новый закон. Ничего не будет, поскольку изъятие собственности, купленной на непонятные доходы, не делает их виновными. Это лишь гражданское производство в рамках дознания, а не уголовное преследование, где требуется значительно более веских доказательств. Однако, если власти, посчитая, что человек, получивший ордер в процессе исполнения предписания, попытался обвести их вокруг пальца, они смогут начать уголовное дело, грозящее штрафом и двумя годами тюрьмы. Вот так, друзья мои, я вам, в принципе, все описала и все рассказала, что этому предшествовало. То есть, теперь делятся деньги олигархам. Олигархи внутри своих структур пожирают более слабых. Крупные акулы пожирают мелких, для того, чтобы пузо их раздулось и они могли выжить в самые страшные периоды, ну, купить себе космический корабль, летающую тарелку и улететь на Луну. Слушайте мои предыдущие ролики, друзья, и будем смеяться с вами вместе, насколько все-таки мир наш нестабилен. Ни один, даже самый богатый человек не может себя чувствовать стабильно в нашем мире. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!